Осенью 2018 года школьники Железногорска записывали интервью с ветеранами в рамках проекта Госкорпорации Росатома «Слава Созидателям». Десять из них вышли в финал и сейчас настало время наградить трех победителей. Напомним, проект «Слава Созидателям» организован по инициативе Общественного Совета Госкорпорации Росатом и реализуется в атомных городах уже третий год. Школьники записывают видеоинтервью с ветеранами города, общаются с ними, узнают новую для себя информацию о становлении города, работе городских предприятий, о людях, которые строили город, здесь жили и созидали. В Железногорске в осенний период юные журналисты также общались с ветеранами города. Мы вам уже рассказывали, что в конце сентября во Дворце культуры проходил парад Созидателей, где честовали авторов и героев видеоинтервью. Десять лучших работ приняли участие в федеральном этапе конкурса. Его 20 февраля глава города Игорь Германович Куксин наградил тех, чьи работы были признаны лучшими. Почетное третье место занял активный участник проекта «Школа Росатома», ученик Дворца Творчества и Гимназии 91, девятиклассник Юрий Щербатов. Второе место у одиннадцатиклассницы «Школа 95» Киры Поливиной. Первое место занял также ученик 95-й школы, девятиклассник Лев Речко. Я брал интервью у человека, который в городе с самого его основания. Он был по профессии Марк Шейдер. Рассказал мне о своем детстве, рассказал о том, в чем заключается его работа, его профессия и какой вклад он внес в развитие Железногорска. Лично для себя я вынес опыт работы с ветеранами, то есть подготовка вопросов, сам процесс съемки, также монтаж видео. Это все поможет мне в будущем, я думаю. Я записывал Юрия Георгиевича Латушкина. Он является российским энергетиком. Он очень интересный человек, первостроитель нашего города. Пока я с ним общался, интервью у него брал, я узнал много нового про его жизнь, в принципе о городе, когда он только начинал строиться. Я просто пообщался с человеком и как-то эта победа, я сам не понимаю просто из-за чего именно меня выбрали. Железногорские школьники всегда активно участвуют в проектах госкорпорации «Росатом». В городском музее создан видеоархив, который насчитывает уже более 2000 видеоинтервью. По словам главы Железногорска, это бесценный материал по истории города, который необходимо сохранить. Я думаю, что это очень такой интересный проект, и он дальше будет развиваться. Может быть, он сейчас претерпеет уже определенные изменения, сам проект «Слава Созидателям». Но потому что все равно есть определенное конечное количество ветеранов, которые хотят, либо могут выступить со своими историями, записать эти истории. Потому что мы тоже тут никого не заставляем, и каждый по желанию действует в этом отношении. Эта история, она все равно, то, что создано в музее, эта история, она останется уже на долгие годы, и этим мы будем создавать платформу той нашей истории, нашего города. Ребята, которые общались с ветеранами и записывали интервью, получили бесценный опыт. При их активном участии сохраняется историческая память. Через живое общение от старшего поколения к младшему передаются знания, которые невозможно подчеркнуть другим путем. Проект «Слава Созидателям» еще будет продолжаться, и у вас есть возможность поучаствовать в нем. Ксения Смирнова, Юрий Щербата, специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом-ТВ.